Боролись всю жизнь в борьбе и без крови, без перегибов, без эмиграции за границу. Сейчас вот очередной наш товарищ сидел здесь Гудков, убыл за границу, до этого Пономарёв, Митрофанов. Это, конечно, не красит депутатский корпус, когда не просто уходят в эмиграцию за границу, но ещё там вредят, докладывают всё спецслужбам или выступают в парламентах, да ещё и требуют введения дополнительных санкций против собственной страны. Это, конечно, деградация такая вот личности, но где-то, раз они были здесь среди нас, может быть, и мы не всегда влияли. Хотя я повлиял, сказал, что там группа депутатов «Справедливая Россия» пошли коллективно в американское посольство, они на меня в суд. Пресса же показала, вы входите в посольство, выходите из посольства, имеете право, белые банты имеете право надевать, фракцию выводить, когда Путин входит в президиум. Всё это можно, но после этого говорить, что они за Путина, вот это мне непонятно. Фракцию выводите, когда он входит, а потом, а они за Путина. Такое фиглярство, так сказать. Подыгрывание. Программу смотрю, предыгранную «Справедливая Россия», все пункты ЛДПР. Ну хоть как-то слова измените, запятую поставьте в другом месте. Плагиат в чистом виде. Ну и, конечно, не очень мне понятно. Если правительство вносит законопроект, а депутат проправительственной фракции требует убрать его из повестки дня. Я это не понимаю. Что это за дисциплина в проправительственной фракции? Ну будет обсуждение, можно выступить, что-то сказать. Но требовать снять это недоверие к вашему же правительству. Молча, вы тут вносите ваши законы, а мы не хотим. Это тоже, мне кажется, не годится. Причина – одномандатники. Они слишком смелые. Им кажется, вот они из округа, то ими командует кто? А кто командует ими? Кто помог им выиграть? У нас группа депутатов обратилась в московское правительство, я уже говорил об этом, присвоить имя Лужкова одной из улиц Москвы. Это можно делать, но мне непонятно. Если лидер этой партии, будучи президентом, отстраняет Лужкова по утрате доверия, что это бытовым языком означает? Воровство, коррупция в городе Москве. Тотальная преступность. Через 10 лет или через 5 группа депутатов. Кто они? Проверьте. Одномандатники. Ибо они получают мандат от губернатора, от мэра или ещё от кого-то. В благодарность за это после смерти готовы 10 улиц назвать. Мы всегда предлагали, так сказать, партийную демократию именно как голосование по партийным спискам. Ибо одномандатник не может выразить, какая у него может быть идеология у одиночки. Что они могут делать? Делает целая партия десятилетиями. И то не получается. Пример гибель КПСС. Ведь там было сращивание исполнительной власти, законодательной, а сверху ещё партийная власть. Это страшный коктейль сделали. Ну ладно, бывает жёсткий президентский режим. Он подавляет парламент. Это есть у нас такие страны. Но когда ещё привешивается партийная демократия, тогда получается то, что мы с вами... Достижений было много. В этом году 30 лет крушения страны нашей. 30 лет у нас будут выборы президента в субботу. Будем отмечать мы первые выборы президента России? Ну? Якову победил Ельцин. Ну, равные условия создавать надо. Вы идут под флагом демократии. Равные условия. Ельцин выступает 24 часа по телевидению, я 4. В 6 раз меньше. Какие же равные условия? Ему самолётами доллары везут. Сотни миллионов. И раскидывают по всей стране. Все артисты за него. И то мне товарищи из этих ведомств сказали, что он не выиграл выборы. Даже первые свои выборы. Уже тогда была подтасовка. Что они сделали тогда на первых выборах? Ну, я не буду вспоминать, но мы круглый стол проведём. На вторых выборах что они сделали? Одни регионы за Зюганово, через две недели они против. Что случилось? Поговорили в определённом комитете. Намекнули, запугали, подкупили. И уже другой результат. И всё равно через суды нашли сотни тысяч подписей, вернее, голосов, которые были украдены. Сейчас ЦИК, мы ему благодарны, определил, что имели место, давление во время праймерис Единой России. Праймерис можно проводить, очень полезно. Тогда только теряется смысл партии. А партия для чего? Если вы зовёте посторонних людей, это хорошо, там много беспартийной молодёжи, разных профессий. Но смысл политической партии? Политические партии создаются, чтобы организовывать, проводить выборы. А если партия зовёт, так сказать, на помощь волонтёров, по-русски добровольцы, да ещё упрекают нас, другие партии, а вы чего не проводите? А вы не назовите ещё страну, где вы проводили праймерис на выборах в парламент. Я не знаю такой страны. Партии идут на выборы. Может быть, блоки какие-то. Но какой может быть праймерис? То есть, по-русски, первичные выборы-то. Что, вы не можете разобраться? У вас сегодня депутат против вас выступил. И уже не раз выступают против вас. Так и разбирайтесь на вашем заседании фракции и так далее. То есть, все вы имеете право делать. Но я почему говорю о будущем? Ну что, ошибки есть и при царе, при советской власти, у Ельцина. И сейчас надо избежать ошибок. Избежать их. Вот Навальный совершил ошибку в тюрьме. Бутков молодец. Он уже не совершил ошибку. Он в Говне уехал. Только куда поехал-то? Выступать на тех каналах, где будет помогать поливать грязью нашу страну. Добавлять себе будущие составы преступлений. Туда едет, там же вся будет антирусская комарилия, соберется. Поэтому это все как бы на наших глазах. А начиналось-то хорошо. Пришел ко мне Гудков в кабинет, привел молодежь. Вот Валерий Вольфович с вами хотят познакомиться, ребята, все. Ну и продолжал бы в том же духе. Кто его свернул с этого пути? Кто больше всего эфир дает антирусским элементам? Эхо Москвы. Немцову много эфира давали? Много. Где Немцов? Навальному много давали эфира? Где Навальный? Гудков выступал постоянно. Где Гудков? И в Линске там часто выступают. Других депутатов я не слышу там. От других фракций. А это государственное радио. Имеет право. Только о судьбе людей подумайте. Всех, кого вы хорошо рекламируете по вашим радиостанциям, кончают плохо. Задумайтесь об этом. Может быть, и ваша доля вины есть, что вы позволяете им выйти в эфир, и в определенных кабинетах созревают другие решения, которые заканчиваются тем, чем они закончились. В этом смысле надо демократию развивать. У нас сегодня она образцовая. В том плане, если, значит, 19 сентября не будет объявлена, не будет объявлена с ног сшибательная победа Единой России. Вот будьте осторожны. Не делайте эту ошибку, как в Белоруссии. Оказывается, победил 82%. Он победил. Ну дайте его честные проценты. 52, 55. Всё. Нет, за 80. 82. Ну, получил теперь. Вся Белоруссия стреляет и разбегается. Конечно, мы на его стороне больше, чем те, кто с ним борются. Ибо они не только против Белоруссии, но и против нас. Но он выборы в парламент проводил только по округам. Вот к чему это привело. Где его одномандатники? Все разбежались. Что такое одномандатник? Он никто. Тем более все в списке он, как Лужков, утверждал. 100 депутатов. Вот ты будешь тут, ты тут. И попробуй кто-то другой туда влезть. Вот. Это Лужков. Хороший хозяйственник. Но такой вот немножко, так сказать, сам решает, кому быть. Вот теперь ситуация. Какая партия встанет на его защиту? И поможет ему. И остановит. Поэтому обязательно развивать партийную демократию. У вас, если вам надо, большинство, ну хватит 302 голоса. 148 отдайте. 100 ЛДПР, 48 дадим. 28 КПРФ и 20 справедливой. И хватит им тоже. Это же демократия. Приборов нет, а уже на коленях стоишь. Нет. Я объясняю вам. Вы хотите как Навальный? Пожалуйста, воронки готовы. Да. А что у вас в Новосибирске убили русского и вся азербайджанская диаспора требует, чтобы арестовали русского гаишника? Это ваша Новосибирская область. Сколько там было преступников? Вы в этом зале их защищали. Русских преступников. Вот вам результат сегодня. Русские не имеют права применять оружие. Русского нужно арестовывать. Это ваша Новосибирская область. И ваш блог, мэр Бород Новосибирска. Вам лучше общать.